Поликарп Лепестричкин К Дошираку вход в дом был категорически запрещен, зато кельки в томате всегда от пуза. Лопали Лепестричкины совсем подряд с картошкой, с макарошками, с гречкой в перемешку с перловкой. Поэтому, когда судьба проказница забросила Поликарпа служить в Махачкалу, он жрал баранину тоннами. С бараниной в Махачкале все хорошо, не то что в Магадане, но не будем отвлекаться. В Махачкале Поликарп служил по казенному ведомству, вертухаем на зоне. Нормальная работа, стой себе на вышке, зэков, карауль. Зарплата сносная, не бог весь сколько, но все равно больше, чем в родном Оленигорске. Рудник финном продали, те его закрыли нахрен, как экологически вредный. На кильке в томате ноги протянешь. Да и ненавидела ее Поликарп с детства, как уже было сказано. Сердешную подругу Поликарпа добрал отчасти из гастрономических соображений. Валентина поваром работала в офицерской столовой. Не сказать, что красавица, зато как баранину готовит, пальчики оближешь. Жили душа в душу на Валентининой квартире. Одна странность у девушки имелась. Очень она любила Шекспира читать, особенно пьесу «Марбет». Бывало, но читается про встречу будущего короля и банка с ведьмами. И рыдает полночи на взрыт. Поликарп никак подругу успокоить не может. Хотя вертухай опытный, застажил. Знает, как человека быстро в чувства привести.